МЕСТО ПРОИШЕСТВИЯ МЕСТО ПРОИШЕСТВИЯ МЕСТО ПРОИШЕСТВИЯ МЕСТО ПРОИШЕСТВИЯ МЕСТО ПРОИШЕСТВИЯ ПРОИШЕСТВИЯ МЕСТО ПРОИШЕСТВИЯ Прибывшая на место происшествия бригада скорой и медицинской помощи констатировала смерть водителя. Сейчас идет проверка. Михаил Вагин. МЕСТО ПРОИШЕСТВИЯ Двойное наказание может понести пьяный водитель 12-й. Его задержали сотрудники ДПС при помощи ночного патруля в Нововятске. Он ездил пьяным за рулем, да и к тому же с поддельным водительским удостоверением. Об этом подробнее в рубрике «Сводка». Все случилось в ночь субботы на воскресенье в Нововятске. Активисты ночного патруля проверили водителя 12-й и передали информацию сотрудникам ДПС. Вскоре машину остановили, а молодого человека задержали. По словам общественников, полицейским он представился Денисом Негановым. Однако в базе данных такого человека не было. Как уточнили активисты, после проверки выяснилось, молодого человека зовут Илья, и он предъявил поддельное водительское удостоверение. Ответственность за это до одного года лишения свободы. Ко всему прочему, у задержанного были признаки опьянения. Он дунул волкотестер на месте и итог превысил допустимую норму почти в 6 раз. За пьяное вождение бесправ обычно наказывают арестом от 10 до 15 суток. В социальных сетях кировчане распространили информацию о вероятном педофиле. По словам автора поста, 21 марта днем по адресу улица Упита, 4, корпус 1, неизвестный мужчина приставал к 8-летней девочке. Его приметы – короткая острижка, удлиненная куртка или пальто, а также брюки синего цвета. В полиции эту информацию пока не подтвердили. Полиция-волонтеры до сих пор разыскивают 38-летнюю Кисареву Юлию Анатольевну с 7 октября. О ее местонахождении ничего не известно. Предположительно, может находиться в Октябрьском районе Кирова. Приметы на вид около 35 лет. Рост 160 сантиметров. Полного телосложения. Волосы темно-русые, короткие. Была одета филетовая куртка, синяя джинсы, черные кроссовки. При себе имела коричневый рюкзак. Информацию о Кисаревой можно сообщить по телефону. 674-317 и 8-999-361-408-8. 8-922-361-40-88 или 102. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Кирове судили 21-летнего бесправника Александра Чекалкина, который устроил погоню на угнанном ланцере. В ноябре прошлого года на улице Стахановской он сначала напал на владельца Митсубиси, сбил его и забрал ключи. Затем спокойно катался по городу, слушал музыку. До тех пор, пока его не стали преследовать, сотрудники ППС финалом этой истории стало ДТП в Новоавиатском районе. Угонщик Саша врезался в забор. Поехали за мной, господи. Я не знаю, откуда вообще они повелись. За вами поехали? Да. Кто поехал за вами? Да, еще полицейский. Буйного и агрессивного Сашу полицейские заковали в наручники и поставили у столба, чтобы не сбежал. Впрочем, молодой человек уверял, что ничего не нарушил, просто слушал музыку в машине. Музыку, когда он слушает, да. На самом деле нарушению Александра предостаточно. Полицейские преследовали его не один километр. Забор водитель Митсубиси протаранил в Новоавиатском районе на улице Светлой. По словам очевидцев, сотрудникам ППС Саша оказал сопротивление. Когда его остановили и потребовали выйти из машины, водитель нажал на педаль газа и сбил полицейского. Он мне чувака сбил. Какого чувака? Инспектора. А это владелец Ланцера. 35-летний мужчина до сих пор в шоке, как все произошло. Вечером он забыл в машине телефон, вышел на улицу, открыл автомобиль и тут же получил удар по голове. За телефоном пошел, только машину открыл мне, как далее похлебал ее все и просто на пенолин. Кто пенол? Ты один в своей клинике? Один. Потерпевший думал, что его бьет взрослый мужчина, но как выяснилось, это 20-летний парень. Да как он мне с такого размахать дал, б***ь, я ашу. Я просто упал на землю. Все, я дальше ничего не делал. Дальше у меня пенат, 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 только закрылся. По словам владельца Ланцера, Александр ему угрожал, когда забирал ключи и после, чтобы не вызывал полицию. Он мне пенол, пенол меня и все сказал, милицию вызывешь. Да, конечно, все будет тебе тревец. В итоге на место происшествия выехала опергруппа, а инспекторы ДПС установили, что у задержанного Александра никогда не было водительских прав и к тому же в момент ДТП он был пьян. Дуем, 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 еще, 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 все. Результат 0637. Установлено состояние алкогольной опьянения. С результатом согласны? Да. В итоге Чекалкину предъявили обвинение по двум статьям. За угон и за применение насилия в отношении полицейского. Дело рассматривал Октябрьский районный суд. Александру грозило до 7 лет лишения свободы. Но суд учел, что молодой человек был ранее не судим и ограничился условным сроком на полтора года. Также Чекалкин выплатит потерпевшему 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас неодолго прервемся, не переключайтесь. Что произошло здесь? Мы пеноводителя задержали, девушка? Что произошло? Пошел. И обещания не выполнил, и друга подставил. А лишены за что? За пенку? В Озерках сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали водителя Логана. Ездил, как хотел. За 5 минут 4 раза чуть не попал в ДТП неадекватный водитель красного пола. Был в наушниках или проблемы со слухом? На улице Геренгяева очень опрометчиво стал переходить дорогу мужчина в капюшоне. Это проект Место происшествия. Мы продолжаем. Хотел во всем угодить жене пассажиру Рено Логан, но без скандала все равно не обошлось. Все началось с пьянки в Озерках, мужчина выпивал с другом в машине, и оставлять ее вдали от дома значит нарваться на неприятности с супругой. Чтобы перегнать машину, в Ганино муж решил посадить за руль друга. Но эта идея оказалась неудачной. Приятель сам был на веселе, да и к тому же еще и не успел получить права после наказания за пьяное вождение. Чем закончилось очередное задержание и какова была реакция супруги в нашем следующем материале. Этот Рено Логан отъехал от толкаточки и ночной патруль с сотрудниками ДПС решили проверить состояние водителя. Что? Опять? Водитель Артем задался вопросом из мультфильма «Жил-был пес». Еще бы! Мужчина еще не получил права после наказания за пьяное вождение. И вот очередное задержание. По словам Артема, он с другом Павлом культурно посидели вечером, но пришла пора разъезжаться. Павел попросил подвезти машину к дому, чтобы жена не ругалась. Артем по доброте душевной согласился. А лишены за что? За пьянку? Пассажир тем временем молчал и обдумывал, что сказать супруге. Павел согласился поговорить, но на иностранном языке. Вспомнил богатый русский язык Павел только когда приехала его супруга. Что произошло здесь? Пьяноводителя задержали девушку? Что произошло? Пошел. Он готовился к серьезному разговору дома с дамой сердца. Немного реабилитироваться в ее глазах он попытался на месте задержания. Хотел спасти авто от эвакуации и переложить вину на инспекторов. Инспектор дерзит как может. Суть ситуации в чем? Не отдают автомобиль. Так. А почему? Я не знаю. Вот спросите инспектора. В этой накаленной обстановке супруги забыли о водителе. Тем временем он проходил уже знакомые ему круги ада. Направляетесь на медицинское свидетельствование на состояние опьянения. Согласны пройти? Артема теперь ждет очередное наказание. А Павлу придется решать другие проблемы. Ведь супруга поставила ультиматум. Или он все-таки поставит машину к дому. Или девушка напишет заявление об угоне. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Ездил как хотел опасный водитель Volkswagen Polo в Кирове. Неадекватный шофер за несколько минут создал 4 аварийные ситуации. Одна из них едва не закончилась лобовым столкновением с машиной МЧС. Лихие маневры в рубрике видеорегистратор. За 5 минут 4 раза чуть не попал в ДТП неадекватный водитель Красного Пола. Сначала он не заметил машину с камерой на обгоне. А потом чуть не столкнулся со встречной пожарной машиной. Затем на перекрестке улиц Черса и Ульяновской. Как будто не увидел встречные автомобили и повернул налево. Точно так же он поступил и на перекрестке проспекта Строителей и улицы Юровской. Помял бампер, седан, угонщик на фургоне на улице Ломоносова. Лихач так разогнался, что не успел затормозить перед иномаркой, которая пропускала машины на круговом движении. Все шансы упасть на бок после ДТП были у водителя Лады на перекрестке улиц Горького и Маклина. 15-е пролетело на красный сигнал, но на этот раз водителю повезло. Возможно, глухая тонировка помешала водителю Калины рассмотреть в зеркале заднего вида темный фургон, который пошел на обгон. На улице Гериндяева очень опрометчиво стал переходить дорогу мужчина в капюшоне и едва не оказался на капоте автомобиля. Так и осталось непонятно, что имел в виду нарушитель, когда показал на ухо. Он был в наушниках или у него проблемы со слухом? У поворота на Коминтерн водитель внедорожника не заметил Рено Логан на круговом движении. К счастью, Логан его заметил. В заключении выпуска рубрика «Без происшествий» слово Илье Кошкину. Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот интересный экземпляр Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Владелец недавно отремонтировал мотор, но проигнорировал рекомендации мастеров по обслуживанию и ремонту топливной системы. После чего во время движения автомобиль заглох и больше не завелся. И сейчас он вновь находится в автосервисе. Во время диагностики в сервисе автомастерам попадались сюрпризы прямо внутри двигателя. После снятия двигателя с автомобиля и его разбора мастера обнаружили вот такой вот артефакт – расплавленный поршень. Отличие расплавленного поршня от нормального можно увидеть даже невооруженным взглядом. Он даже поплыл. А при виде частей поршня, которые выковыривали из двигателя, становится плохо даже опытным автомеханикам. Интересно то, что температура плавления данного поршня около 650 градусов. Клапана также оказались в плачевном состоянии. Их хорошо погнуло. А головка блока цилиндров нуждается в ремонте. Ну а если посмотреть на блок цилиндров, то внутри можно обнаружить расплавленные части поршня. Вердикт следующий – блок цилиндров либо под замену, либо он отправится на гильзовку. Сейчас владельцу приходится передвигаться на своих двоих, а ремонт ему обойдется в кругленькую сумму. Если вы ездите на дизельных автомобилях, то стоит внимательнее прислушиваться к рекомендациям мастеров и обращать внимание большое на топливную аппаратуру. Многие люди покупают дизельные машины для того, чтобы экономить во время эксплуатации. Но за такими автомобилями следить нужно внимательно. Для того, чтобы не найти потом внутри вот такой вот артефакт. Обслуживать ваш автомобиль можно в СТУ личное. Грамотная диагностика автомобиля, ремонт подвески и двигателя, шиномонтаж, ремонт электрики, а также нестандартный подход к решению задач. СТУ личное, Ломоносова 11, телефон 256-156. Важен каждый клиент. Как с нами связаться? Все очень просто. Наш телефон 8-912-827-3302. Если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут наказать виновных и добиться справедливости. С вами был Михаил Вагин. Это был проект «Место происшествия». До свидания.